Здравствуйте, это Акцент дня, я Владислав Павлов. Ежедневно мы обсуждаем самые важные и резонансные события. Сегодня говорим о визите китайского министра обороны в Россию и почему его встречи с Путиным и Шойгу так напугали Запад. Комментарии в западной прессе о визите министра обороны Китая Ли Шаньфу в Россию и о встречах с президентом России Путиным и главой нашего оборонного ведомства Шойгу от ужас до ужас-ужас-ужас. Чем обусловлена такая реакция, обсудим с экспертом на связи со студией политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Шатилов. Здравствуйте, Александр Борисович. Здравствуйте. Ну вот официально по итогам этого визита подписаны лишь два меморандума о взаимопонимании между двумя военными академиями и о сотрудничестве в правоохранительной сфере на море. Никаких громких совместных заявлений, никаких объявлений общих врагов. Отчего же так Запад взбудоражился? Ну, здесь, в принципе, паника на Западе, она вполне объяснима, потому что Китай даже с самым фактом визита министра обороны, вслед за визитом своего лидера в Российскую Федерацию, ну, четко обозначил свои геополитические приоритеты, что он с Россией, он не допустит того, чтобы Запад попытался сломать Россию и нарезать, опять же, России свои условия, скажем, такого геополитического и социально-экономического существования, и что Китай окажет посильную возможную помощь Российской Федерации вот в этом глобальном противостоянии. То есть, тем самым, та вот, как говорится, идея большой двойки, да, которую американцы в свое время предлагали Китаю, теперь реализуется скорее в отношениях между Россией и Китаем, да, то есть, если потенциал России и Китая сложить, то здесь, конечно, Штатам уже и вообще Западу коллективному придется неуютно, потому что это и военная мощь, это и экономическая мощь, это и демографическая мощь. Поэтому, в общем-то, конечно, такой вот демонстративный ход китайцев, а у них это все в культуре, как говорится, и в их ритуалах заложено, да, соответственно, безусловно, обеспокоило аналитиков западных и западных политиков, потому что, если еще с Россией Запад надеется справиться в одиночку, что называется, то если подключится Китай, то здесь это уже такое, скажем, враг будет, ну, уже, наверное, неотдалимый для Запада, и, а значит, придется расставаться с геополитической егемонией, придется расставаться с униполярностью, к чему Соединенные Штаты Америки и Англосаксы в целом, ну, абсолютно не готовы. Ну, то есть они опасаются сложения вот этих двух военно-стратегических потенциалов, с одной стороны, а с другой стороны видят в этом, ну, какую-то логику, хочешь мира, готовься к войне, да, а русские и китайцы готовы противостоять коллективному Западу. Да, здесь причем, скажем, более того, сейчас Россия и Запад могут, в общем-то, как сказать, втянуть, что называется, Запад в игру на два фронта, да, условно говоря, сейчас пока есть Украинский фронт, да, ну, кто знает, не появится ли Тайваньский фронт, да, и вот, скажем, это уже, конечно, я боюсь, и даже Соединенные Штаты Америки уже такое не потянут, да, ну, не говоря уже о том, что на Западе была иллюзия, что Россию можно задушить санкциями, ее можно изолировать, и Китай демонстрирует, что никто на эту изоляцию не пойдет, что крупнейшая, фактически, экономика мира, да, китайская при необходимости подключится к, ну, преодолению, собственно, санкций в отношении Российской Федерации и подстрахует Россию, ну, на самых проблемных участках. Ну, понятно, что все-все итоги этого визита, этих встреч, они будут никогда обнародованы, да, но на Западе почему-то убеждены, что главная тема встреч была поставка китайских вооружений России, ну, возможно, они по себе судят, а Китаю это зачем, и, в принципе, это возможно? Ну, в принципе, ничего сейчас в нынешнем мире невозможного нет, у нас сейчас пошла уже, как говорится, война без правил, да, и, как говорится, если хочешь выжить, то действуй, что называется, по ситуации, не по каким-то там формально-юридическим моментам, поэтому, возможно, все, и, возможно, взаимный обмен, скажем, военно-технически, возможно, некие иные проекты военного даже сотрудничества, о которых, возможно, шла речь в кулуарах. И тут я бы, честно говоря, ничего бы практически не исключал, потому что такие визиты вот просто так не проводятся, да, Ли Шанфу явно сюда не приезжал познакомиться с русской культурой, купить матрешку где-нибудь у Кремля и, там, не знаю, осмотреть, не знаю, где-нибудь там третяковку, да, явно, что здесь есть определенные латентные подспудные моменты, о которых, в общем-то, непонятно распространяться публично никто не будет, ни Китай, который не хочет, чтобы его пристегнули, по крайней мере, в общественном мнении мировом, к украинскому конфликту, но здесь, как говорится, и так огромное спасибо, что называется, Пекину, что публично нас фактически поддержали, ну, де-факто, если не де-юре, в украинском конфликте, продемонстрировали, и так далее еще такой щелчок по носу США, да, поэтому, если какие-то существовали и иные, как бы, договоренности, само собой, никто их обнародовать не будет, и Китай формально является, занимает позицию некого нейтралитета в украинском конфликте и предлагает даже там свои условия мирных соглашений. Поэтому в этой ситуации, конечно, этот визит, я думаю, что имело определенные, говорю, некие негласные нагрузки, да, ну, я думаю, в относительно ближайшем будущем, может быть, какие-то, вот, собственно, утешки или какая-то, скажем, такая информация дополнительно просочится, может быть, в прессу и так далее, но, с другой стороны, ну, Китай, как говорится, готов оказывать там помощь, ну, так скажем, скорее на таком неофициальном уровне. Ну, партнерство партнерством, но это же не отрицает нам наличие, да, своих интересов. Китай может, например, использовать конфликт на Украине как некий образец, модель ведения прокси-войны с прокси-государством для того, чтобы делать свои какие-то коррективы на перспективное, может быть, не очень светлое, но будущее. Ну, как мне кажется, структура государственная, там, военная Китая, она несколько иная, чем в Российской Федерации. Здесь, если Китай и, скажем так, предпримет какие-то жесткие действия в отношении того же самого Тайваня, я не думаю, что это будет некая прокси-война. Скорее всего, это будет более, скажем, традиционное использование вооруженных сил, да, для возврата части, скажем, китайской территории, что называется, в родную гавань. И поэтому здесь, скорее, будет действительно идти речь о силовом военном подавлении противника и просто за, что называется, ликвидацией тайваньской государственности. Ну, кстати, вот, если говорить о поддержке России, это же может быть не только на официальном уровне. Немало сегодня есть информации о том, что тысячи китайских добровольцев готовы приехать и участвовать в СВО. Действительно ли это так? И если это так, то мы готовы принять такую помощь? Ну, слухи давно уже ходят о том, что некоторые добровольцы и китайские, и северокорейские, в общем-то, по собственной инициативе или как, в общем-то, там объявлялись тоже в зоне СВО, да. Конечно, это не был, так скажем, такой системный призыв, что называется, да, со стороны Китая или Северной Кореи. Но, тем не менее, очевидцы говорят, что видели таковых бойцов. Понятно, что, опять же, Китай об этом вслух говорить не будет, даже если там, соответственно, он сюда пришлет там несколько своих дивизий, ну, условно говоря. Да, понятно, что Китай будет все отрицать и, скажем, не будет никоим образом подставляться в международном плане. Ну, например, при этом, например, от Китая очень сильно действительно зависит Северная Корея. И, допустим, северокорейцам, ну, действительно, может быть дана отмашка на, допустим, более активные действия. А уж, как говорится, Северной Корее особо нечего терять, что называется, в мировом общественном мнении. И поэтому, в общем-то, здесь, возможно, варианты. Тем более, что корейцы действительно являются очень неплохими бойцами. И, ну, что называется, могли бы оказать посильную помощь уже нашим вооруженным силам в зоне СВО. Директор ЦРУ Бернс заявил, что он пока не видел поставок китайского вооружения России. Но если так таковое случится, то китайцы, я цитирую, ждут тяжелые последствия. Ну, какие, например, снижение инвестиций, санкции? Что нам еще могут предложить США в этом случае? Нет, ну, здесь, как говорится, и так. Американцы давят на Китай достаточно жестко сейчас и в плане технологическом, да, и в плане, скажем, ограничения активности китайских компаний. Ну, в общем-то, по всем направлениям, где только это возможно, сейчас Китай поддавливает. Но Китай тоже не сдается, сейчас вводит санкции в отношении крупных американских компаний, банков, постепенно начинает выходить из, там, госдолга США, да, там, из доллара, да, переходить на расчеты в национальных валютах с партнерами, прочее, прочее, прочее. То есть, здесь Китай занимает не оборонительные, но в достаточной мере, я бы сказал, такие оборонительно-наступательные позиции, так, в общем-то, отвечая ударом на удар. И поэтому, в общем-то, угроза угрозами, да. Но, мне кажется, американцы не знают, что делать с Китаем в такой ситуации. Поэтому у них, скажем, периодические угрозы сменяются, наоборот, некими посулами в отношении Китая, стремлением, как бы, удержать Китая от, ну, как бы, по крайней мере, от откончательного перехода на сторону России в данном конфликте. Наблюдаются попытки где-то задобрить отдельных китайских, там, руководителей или, там, бизнесменов. Ну, в общем, такая, как говорится, на мой взгляд, непоследная позиция США. Им кажется, что они играют с Китаем злого и доброго следователя. Но Китай обычно таких, как говорится, вещей не приемлет. Он всегда, как бы, за более прозрачные и более, ну, скажем, понимаемые, да, взаимоотношения между государствами. Ну, вот после визита председателя СИИ в Россию, как раз Поднебесным зачастили еврочиновники и Фон дер Ляйен, да, глава Еврокомиссии, и президент Франции Макрон, и глава МИД Германии Бербак. Они туда чего ездят? Они хотят как раз склонить Китай на свою сторону? Ну, на мой взгляд, это, конечно, вот эта череда этих визитов европейцев. Ну, она лишь способна, мне кажется, лишь дополнительно, что называется, напрячь китайское руководство. Поскольку вот эта назойливость и, ну, абсолютная бессмысленность этих визитов, она очевидна. И, по большому счету, уже последний раз там уже принимали, даже китайцы уже без традиционных, ну, скажем, таких, принимали эти делегации уже без демонстрации даже минимальных жестов вежливости, да. Их послушали и, по большому счету, отправили обратно. Потому что ничего нового сказать европейцы не могут. Европа не обладает сейчас такой геополитической субъектностью, и, в общем-то, разговаривать с ней бессмысленно. Если разговаривать, то уже, как говорится, с элитами, которые сидят в Лондоне и в Вашингтоне. Потому что европейцы, ну, сейчас явно на подхвате в англосаксах. Ну, смотрите, Китай предложил свой план мирного урегулирования. Запад его отверг, и вдруг сейчас Макрон говорит, я предлагаю вместе с Китаем разработать некий план. А для чего он это делает, и услышат ли его китайцы? Ну, мне кажется, что здесь действительно, опять же, Макрон, либо это его собственная инициатива, ему хочется пропиариться, тем более на фоне, ну, мягко говоря, неблагоприятной внутренней обстановки, внутриполитической обстановки во Франции, либо это, ну, не это, опять же, вот эта попытка вот этого, ну, некого, попытка Запада как-то неуклюже, на мой взгляд, как-то, опять же, перетянуть Запад на свою сторону, перетянуть Китай на свою сторону, или же, ну, как-то, в общем-то, продемонстрировать некую свою конструктивную позицию. Опять же, Макрона, по большому счету, сейчас в геополитическом плане никто, и звать его никак, и поэтому, опять же, китайцы, ну, весьма прохладно отреагировали на такого рода инициативы. Спасибо, Александр Борисович. Я напомню, что у нас на связи был политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Шатилов. Это программа «Акцент дня». Смотрите нас ежедневно на канале «Справедливая Россия». И всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин